Всем привет! Меня зовут Марта, и сегодня я вам расскажу и покажу, как навсегда избавиться от зевков с помощью золотых правил. На самом деле, самое сложное это их выполнять, нежели чем запомнить. Поехали! В шахматах очень важна внимательность, поэтому мы на каждый ход соперника обращаем внимание и смотрим, что он за собой несет. Здесь черные пошли c5, и в первую очередь мы используем наше золотое правило, смотрим, на что напал соперник, на какую фигуру. Если он пошел пешкой, значит смотрим вправо-влево, замечаем, что напал на пешку. То есть первое мы смотрим на падение. Второе мы смотрим шахи. Есть ли шахи? То есть открылась фигура, может быть какие-то шахи последуют. Обязательно смотрим. Ну и третье мы смотрим взятие размены, то есть разменяться может ли он, может ли взять слоном сейчас, то есть какие-то жертвы, которые приведут к изменению позиции. То есть соперник пошел и сделал один ход, но на самом деле мы обращаем не только на ту фигуру, которая пошла, но и на остальные. Потому что иногда главную роль играет не та, которая пошла, а которая стоит, например, сзади или стреляет по диагонали, а пешка это просто исполнитель, который помогает сопернику. Ну и если здесь посмотреть, шахов нет, никаких жертв тоже нет, единственное есть разменную, и в целом пешка напала на нашу пешку d4. Нужно теперь посчитать удары. То есть когда дело касается размена, мы всегда подсчитываем, сколько раз нападает на нас соперник, и сколько раз мы защищаем, чтобы ничего не зевнуть. Итак, соперник здесь нападает три раза, защищаем мы тоже три раза. То есть надобности в защите больше нет. Можно продолжить развитие, ну или для профилактики укрепить центр. Здесь белые пошли слон e3, укрепили дополнительно центр, ну и просто развиваются. Черные пошли ферзь a5. Нужно смотреть, на что он напал, что, возможно, хочет. И опять используем эти три правила. Нападение, шахи, взятие, размены. Итак, вышел ферзь, он начал стрелять по другим полям, и обязательно смотрим в разные стороны. Ферзь поменял свое положение, естественно, он может отсюда дальше куда-то двинуться. И замечаем, что пешка c3 под боем. Если здесь шахи, да, следующим ходом может быть шах. Шахи обычно ведут или к мату, или к потере какого-то материала. Поэтому мы их обязательно смотрим. Все-таки безопасность короля для нас превыше всего. Ну и замечаем, что больше-то в целом никаких фигур на нас не нападают. Потому что пошел сам ферзь, и за ним никакие фигуры не стояли, никакие не открылись. Поэтому основная угроза это пешка c3 под боем. Поэтому нужно ее защитить, да. Белые пошли ферзь d2, черные сделали рокировочку. Ладья c1 укрепились. Ну и после хода cd мы опять-таки смотрим угрозы. Понятное дело, что от рокировки вряд ли какие-то будут угрозы. Поэтому мы их пропустили. И теперь смотрим взятие. Это очень важный момент. Когда соперник забирает у вас фигуру, мы на автомате можем забрать в ответ. Даже не думая, какой именно из фигур нужно взять. Здесь у нас есть 4 вариации взятия пешки на d4. То есть надо посчитать, посмотреть каждый ход. Потому что будет меняться положение одной из фигур, ну и в целом позиции. Если мы берем пешкой, то это открывается и закрывается какая-то линия. Если выходим фигурой в центр, то мы можем напасть на слона. Ну и так далее. То есть обязательно надо посмотреть. Зачастую люди шаблоны забирают и получают вообще неведомо какие позиции. То есть они не понимают, куда они переходят и зачем. Правила размена мы с вами обязательно разберем в другом видео. Поэтому подпишись, чтобы не пропустить. Здесь белые забрали пешкой для того, чтобы усилить свой центр. Ну и просто потянули пешечку с фланга. Если бы мы здесь взяли слоном или конем, то последовал бы ход ладья d8. То есть мы смотрим угрозы не только в момент, как соперник пошел, но и на будущее на один ход минимум для того, чтобы предугадать, как соперник, возможно, пойдет и будут ли для нас плохие последствия. Если бы мы здесь забрали слоном или конем, то черные пошли бы ладья d8. То есть вот мы смотрим на падение. Не только в момент, как мы пошли, но и на следующий ход. Для того, чтобы когда мы уже сделали свой ход, не пропустить какую-то угрозу от соперника. Ну и здесь замечаем, что ладья d8. То есть нападение от соперника мы обязательно смотрим. Поэтому белые забрали здесь пешкой и получили хороший центр, ну и в целом приятную позицию, не оставив себе слабость на c3, ну и не дав сопернику игру с помощью связки. Опять у нас следует размен, нужно определиться, какой фигурой взять. Ну и посчитать обязательно, да, если мы возьмем конем, сможет ли соперник на нас напасть, поставить шах или как-то еще разменяться, пожертвовать. Если нет, все хорошо, то берем той фигурой, которая нам понравилась. Здесь белые забрали слоном, ну и черные пошли e6. Обязательно отсмотреть тоже, может быть, есть какие-то угрозы. Смотрим, напал ли на кого-то пешка, открылась ли какая-то фигура, угрожает ли нам шах, какое-то взятие. Нет, все хорошо, безопасно, значит соперник сделал или просто спокойный ход, который ничего за собой не несет, ну не знает, как пойти, может быть, или просто защитился от чего-либо. Ну, может, у него какие-то планы есть на будущее, связанные с этим ходом. Поэтому, в целом, это нормально. И здесь белые пошли h4, то есть начали игру на королевском фланге. И черные пошли конь c6. Вообще, в целом, когда у соперника выходят фигуры ближе к центру или развиваются, это обычно динамичные активные ходы, которые несут за собой угрозу, потому что в основном у нас пешки стоят в центре, ну и сопернику очень легко на них нападать. Если мы посмотрим сразу, да, нападение шахи, угрозы взятия или размена, мы заметим, что конь нападает на пешечку. И тут мы могли бы сразу ответить, ну, у нас конь защищает, так что все окей. Когда соперник нападает на какую-то нашу фигуру, это не значит, что он не нападет другой или не нападает прямо сейчас. Поэтому обязательно для профилактики надо посмотреть на всю доску. И мы замечаем, что здесь стоит слон и нападает, оказывается, второй раз. Очень часто иззывки бывают именно из-за слонов, то есть стоят фенкетированные слоны, стреляют издалека. Многие их игнорируют, потому что в основном смотрят только узко на то место, куда пошла фигура. У нас должен быть расширенный кругозор, мы должны смотреть на всю доску. Заметили слона, поняли, что у нас проблема с пешкой. Шахов здесь от коня никаких нет, поэтому в целом это основная угроза. Определили, что висит пешка. Ну и защищаем должным образом. Это можно сделать самой пешкой пройти вперед, соседней, может быть слоном, может быть ладьей. Смотрим все различные варианты, выбираем лучший для себя. То есть посмотрели еще на один ходик и посчитали. То есть если мы сейчас пойдем, например, слон e3, как может пойти соперник, смотрим опять какие-то нападения, может быть проходы пешкой вперед, ну и так далее. То есть считаем все различные нападения на то место, куда соперник уже напал. То есть может быть для него здесь есть какая-то игра, какая-то цель. Здесь белые выбрали ход e5. Ладья d8, вышла ладья, тяжелая фигура, далекая фигура. То есть она стреляет далеко, ей не нужно подходить к нашим, чтобы создать какую-то угрозу. Поэтому всегда внимательно относимся к подобным ходам. И здесь мы можем заметить, что ладья, естественно, шахи нам не поставит. Она не освободила ни для кого места. Она просто стреляет по прямой в нашу пешку. То есть продолжается нападение на нашу пешку. Да, мы закрыли слона, но теперь нападают на нас по прямой. Опять возникла проблема, смотрим, как можно защититься и что будет после нашего хода. Сможет ли соперник как-то воспользоваться тем, что мы пошли и изменили местоположение фигуры. Есть несколько способов защиты на самом деле. Мы об этом тоже поговорим в других роликах. Но сейчас приоткрою вам немного секретики тоже. И первое, что желательно смотреть, когда нападают на нас, это нападение в ответ. Потому что часто соперник, нападая на нас, даже не допускает мысли, что может ему прилететь что-то в ответ. И поэтому мы смотрим, как можно напасть. На коня или на ладью. Может быть вообще на короля. Но желательно нападать на фигуру большую по стоимости. Потому что если нападут на нашего ферзя, мы нападем на ладью. Ну естественно, нам не выгоден размен. И это бессмысленное нападение. Здесь напали на пешку, поэтому в целом мы можем напасть или на ладью, или на коня, или на короля. То есть фигура больше по значимости. И находится ход слон g5. В итоге черные вынуждены защищаться вместо того, чтобы атаковать нас. То есть это перехват инициативы. Здесь мы берем контроль над игрой. Ну и в целом улучшаем положение своих фигур и ухудшаем положение фигур соперника. Черные отходят. Ну и мы продолжаем нападение уже с другой стороны. То есть напали слоном на ладью. С другой стороны белопольным слоном напали на коня. Теперь связка. И конь, и ладья не могут срубить нашу пешку. То есть мы выяснили, какая угроза от соперника. И смотрим, как мы можем защититься. Я уже сказала, что первое это нападение в ответ. Второе это сама себя фигура может защитить. То есть пройти куда-то, отойти. И третье это помочь фигуре защитить ее другой фигурой. Но самое эффективное зачастую это нападение в ответ. То есть мы пошли слон b5 и теперь конь не тронется из-за связки. Ну или пусть ходит. Ну тогда мы съедим ладью. Довольно все просто. Поэтому черные напали на нас в ответ. Нет, пошли а6. Мы напали с одной стороны, они напали с другой стороны. Такие качели немного. Ну и мы отошли слоном на е3 для того, чтобы защитить пешку е4 одновременно. Ну и отошли. То есть два в одном. Эффективный ход, хороший ход. Последовал ход от черных ладья d5. Опять смотрим угрозы. Разумеется, в шахматы мы играем не сами собой. И нам нужно смотреть, как ходит соперник. То есть не должно быть такой установки, что вот у меня есть план. Я его придерживаюсь. Я там иду где-то, атакую. А то, что делает соперник, это не важно. Потому что, ну, как бы, что он там сделает? Вообще не обращая внимания, не задумываясь об этом. Ну и в итоге происходят зевки. То есть из-за того, что мы пренебрегаем ходами соперника. Он пошел ладья d5. Если мы здесь играем на королевском фланге, можно же продолжить пойти. Например, g4, h5 за атакуем короля. Все классно. А у нас едят слона. И мы уже будем в фигурном меньшинстве. Даже когда вы потеряете одну пешку, это очень много. Потому что пешка, во-первых, это будущая королева. Но, во-вторых, находясь в меньшинстве, выиграть сложнее. Поэтому желательно ценить каждую фигуру. Тем более пешку. Пешки очень интересные фигуры. И на самом деле, когда пешка одна, она, да, может быть слабой. Но когда они в единстве, это большая сила. Урок по пешкам будет отдельный, конечно же. Потому что там настолько все интересно, что мы должны с вами будем это посмотреть и разобрать. Поэтому, конечно же, обратили внимание на ход соперника ладья d5. Увидели, что слон под боем. Ну и смотрим, можем ли мы напасть в ответ. Какие угрозы можем создать. Может быть, шаг есть. То есть мы как в сторону соперника смотрим. Есть ли нападение шахи, взятие, размены так. И в свою очередь смотрим за себя. Можем ли мы как-то на него напасть, поставить шах. Ну или что-то пожертвовать, съесть. Находится ход слон c4. Естественно, конь нам не нужен на c6. Смысл этого размена непонятен. И поэтому мы сохраняем слона, слон c4. И нападаем на ладью. Она активная, она в центре. И, естественно, она очень значима. Поэтому черные отходят. Ну и белые спокойненько заканчивают развитие аркировкой. То есть для того, чтобы не зевать фигуры, вам просто нужно быть внимательными. А именно смотреть за каждым ходом соперника. И использовать вот эти золотые правила. Смотрим нападения, шахи и взятие. Это вам нужно вести привычку. И поверьте, вы будете выигрывать намного больше партий. Чуть-чуть стараний, чуть-чуть практики, теории. И будет результат. Всем спасибо и до следующего занятия. Пока!